И у нас вторая секция юридическая. Участники этой секции обсудят актуальные вопросы. И ведущей Марине Рожковой я передаю микрофон. Спасибо. Спасибо. Добрый день, коллеги. На самом деле рада всех приветствовать, потому что у нас сегодня первый день Дентил Декона. И, в общем-то, все свежи, рады друг друга видеть. И мы сегодня постараемся рассказать, коснуться таких интересных вопросов, которые для юристов весьма важны, весьма интересны, весьма полезны. Поэтому наша секция, она очень насыщенная. И вопросы у нас поставлены перед экспертами, которые сегодня будут докладывать, очень разные. Начнем мы нашу секцию с нашего зарубежного коллеги Криса Бакриджа. Он является независимым консультантом из Нидерланд. И он нам расскажет про то, что сегодня происходит в законодательстве европейском, какие инновации сегодня являются актуальными, и что в ближайшее время нам ожидать в сфере IT и в правовой сфере от европейского законодателя. Крис, вам слово. Нету? Мы тогда переходим. А Павел у нас тоже не подключился пока? Павла тогда, на Павла переходим. Давайте тогда у нас докладчик Павел Патрикеев, всем известный Павел. Ну просто Павла действительно многие знают, он действительно часто выступает, у него теперь свой юридический сервис Патрикеев и партнеры. И я Павла знаю не только публикации, но и лично. И в общем-то очень рада, что он сегодня у нас присутствует. И Павел, вот Павел вроде подключается. Павел, добрый день. Рада вас видеть. Да, и вам слово. У нас в принципе мы приблизительно рассчитываем минут на 15-20 максимум с вопросами, потому что у всех интересные презентации. Мы думаем, что вопросы будут и от нашего зала, и от нас может быть тоже. Так что будем очень рады вашей презентации, вашему докладу. Вам слово. Хорошо, замечательно. Сейчас я выведу на экран, надеюсь, будет все видно. Прежде всего хотел всех поприветствовать. К сожалению, физически, что говорится, присутствовать не смог. Но очень рад видеть знакомые лица и благодарен за теплое приветствие Маринам. Рад видеть и Антона в том числе. В общем, все как в старой доброй. Да, действительно, я раньше выполнял функции юридического директора, можно сказать, руководителя юроотдела в компании Regroom. Затем в конце прошлого года из компании я вышел и в настоящий момент ушел в частную практику. В Патрике в партнеры сопровождаем стартапы, IT-сервисы, в том числе регистраторов, хостеров, провайдеров мы тоже поддерживаем. Соответственно, все еще круг моих профессиональных и личных интересов вращается, так или иначе, вокруг IT и вокруг домена в том числе. Сегодня я буду рассказывать про актуальный вопрос правового регулирования сделок с доменами. Для меня это была тема, такая затравка, вообще посмотреть статус-кво, все ли хорошо в датском королевстве, и что, может быть, скорректировалось или не скорректировалось с точки зрения правоприменения или правового регулирования, когда мы говорим про оборот доменных имен как объекта гражданского права. Соответственно, постараюсь в каких-то коротких терминах и в очерченный тайминг эту историю изложить. План традиционный на стыке теории практики и анализа текстов правовых, то есть судебных. С теорией постараюсь поменьше, у нас тут секция просто мастодонт, теория правовой, вот в лице Марина, так и Антона. Поэтому, конечно же, я вкратце только обозначу многие вещи, о которых я буду говорить чисто с точки зрения правового регулирования домена как объекта. Они уже давно рассмотрены в публикациях, в том числе с участием Сергея Копылова. Поэтому в эту зону буду лезть поменьше, постараюсь больше поговорить про практику, так как мы сейчас много работаем, и я в своей каждодневной со стартапами, они продают периодически друг другу сайты, домены, работают с биржами где-то и, в общем-то, какие-то инсайты, можно сказать, правовые я тоже приобрел за это время и с ними хочу поделиться. Ну, давайте, как сказал, затравка общая. Наша задача это вообще понять, что такое домены, имя, как объект с точки зрения гражданского права. Ну, здесь сразу спойлер, никаких изменений в этой сфере не произошло, ни новеллы про цифровые права, как хорошо знают юристы, ни какие-либо там регулирования вокруг цифровых финансовых активов, они никоим образом домены не затронули. Вот, в общем-то, нельзя сказать, что это какая-то сейчас антуражная хайповая тема. Вот, поэтому есть ощущение, что немножко законодатель про домены как объект гражданских прав, ну, если не забыл, то это точно не в каком-то тренде, как оно может быть было лет еще пять назад, в контексте, как мне кажется, да, чисто вот регулировочных историй с точки зрения закона. Но, даже обходя это, можно сказать, что все-таки какой-то консенсус более или менее на практике сложился. Два слайда этому будут посвящены. В теории все еще есть разные подходы к тому, как мы можем определить домен как объект гражданских прав, то есть как что-то, что мы можем передать, да, мы можем, не знаю, сдать в аренду. Вот, внизу сноска, вот, собственно, о чем я говорил ранее, в том числе на публикацию Марины Сергея про домены имена. Вот, на самом деле, повторюсь, у присутствующих на секции, включая Антона, есть много публикаций на эту тему. Но что можно сказать? Можно сказать, что, во-первых, как было-то, так как в среднем по палате, домен способ использования реза результатов интеллектуальной деятельности, а-ля фирменное именование, географическое обозначение, так как это никуда не делалось. РИДом, то есть сам по себе самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, объектом исключительных прав он не является, вот, что и, как бы, вытекает из положения Гражданского кодекса, часть 4-й, так и год довольно старого почтенного постановления Пленума Верховного Суда. Вот, и, в общем-то, эту же позицию, вот так, из последней практики, немножко вскользь посмотрев, можно увидеть, что ее суд по интеллектуальным правам до сих пор вполне себе последовательно проводит. Не везде проводят ее суды первой-второй инстанции, да, касаться, точнее, апелляции, в общем-то, арбитражи или общей юрисдикции, но, в общем-то, в любом случае, даже если где-то суд неожиданно придумывает, что там регистратор информационный посредник или домен у нас неожиданно, это, значит, там, объект гражданских прав а-ля товарный знак, обычно дальше апелляции не доходят, и в любом случае суд по интеллектуальным правам строго довольно относится, да, и обозначает, как видим на экране, что домен все еще не объект исключительных прав, все еще у него нет преимущества перед товарным знаком, вот, все еще это, в общем-то, способ размещения обозначений, которые в том числе могут и не принадлежать администраторам, как всем давно известно. Что еще можно сказать? Ну, мое любимое, наверное, определение домена, как вообще чего-то, что можно передать по сделке, и вообще, как характеризующие его с правовой точки зрения, ему давал, собственно, Европейский суд, цитата на экране есть, не точнее, такая общая выдержка, мне очень нравится термин, который суд в данном случае использовал, и в целом подход, да, к доменному имени, как к некоторому такому квази, что ли, объекту, как к некоторому праву имущественному, да, который позволяет на ограниченный период времени пользоваться, можно сказать, да, пространством сети интернет, то есть определенным буквенным или буквенно-цифровым обозначением, да, и в сущности, в данном случае, субъект просто резервирует некоторый кусок пирога, заключая договор с регистратором, получая определенный набор уникальных правомочий, которые заключаются в том, да, называется правом администрирования, и заключается в том, что человек может, или там компания, определять наименование администратора, да, и кто вообще владеет этим доменом, размещать, привязывать его к каким-то серверам, размещать какой-то контент, да, с помощью этого доменного имени, и так далее, и тому подобное. Ну, и, соответственно, можно сказать, вот так, не то чтобы очень свежая практика, да, но, по крайней мере, ту, которая была под рукой, Верховный суд также в целом рассматривает доменное имя, и право на домен имя, и право администрирования, скорее, как имущественные права. Ну, опять-таки, такая общая теория. Если чуть переходить с точки зрения практики, то для субъекта правоотношения, если он хочет отчуждать домен, отчуждать сайт, то, как правило, речь идет о трех элементах. Он должен передать либо доступ в личный кабинет, либо передать доменный имя с одного личного кабинета на другое, для того чтобы человек, собственно, мог реализовать или компания право администрирования, да, с данным доменным именем, должно произойти изменение в реестре, да, то есть должны быть обновлены какие-то данные. Ну, и, соответственно, имеет место сам по себе обозначение доменное, которое можно использовать в коммерческой практике, в котором может быть использовано обозначение товарного знака или просто какой-то произвольный набор цифр или букв. В целом, если мы смотрим на договоры, здесь выдержки из договоров различных регистраторов, то в большинстве своем тоже гомогенизировался рынок, гомогенизировался, отталкиваясь, наверное, от старших таких регистраторов с крупными офертами, потому что очень много проанализировав этих оферт, я увидел кальки почти дословного цитирования друг друга. В сущности, регистраторы рассматривают доменное имя как длящуюся услугу на какой-то ограниченный период, заключающийся в внесении определенной записи в определенный реестр на определенный срок. В общем-то, ну, с точки зрения даже позиции, когда я в свое время по судам, связанным с доменными спорами, участвовал чаще, чем сейчас, то, в общем-то, эту позицию вполне проводил, и вполне судами она принималась, так как в ряде аспектов это имеет значение. Например, когда регистратор уполномочен вернуть деньги за регистрацию доменного имени, в какой момент мы можем рассматривать услугу как оказыванную. В момент внесения записи в реестр, или все-таки она является какой-то длящейся, и оканчивается только когда год истекает. Поэтому такие нюансы, казалось бы, правовые, они иногда могут вполне себе влиять на трактовку судами тех или иных обстоятельств дела. Но, повторюсь, с этой точки зрения ничего особенно не менялось, и так вот каким-то своим образом рынок немножечко геногенизировался, унифицировался в плане подхода к формулированию того, что такое домен и как он выглядит, как услуга. Ну, также надо сказать, что определенными сложностями иногда субъекты сталкиваются, когда они покупают домен, либо приобретают его в рамках сделки, либо напрямую у регистратора, с точки зрения бух-учета. В целом, мейнстрим какой-то, я нашел статью 2014 года на гарантии, опубликованную в свое время, где, собственно, автор довольно гневно относился к договорам уступок прав на домен и имя, как таковые, про форму разных договоров мы далее поговорим о их регулировании. Вот здесь просто обмолвлюсь. И, в общем-то, наверное, опять-таки есть усредненный более-менее подход, что сайт – это некоторая совокупность расходов, туда не только домен входит, туда могут входить ряд других еще смежных расходов. Часть из них мы можем учитывать, как нематериальный актив с точки зрения бух-учета, часть из них нет. Да, и при этом, собственно, первоначальная стоимость такого актива, у нас складывается, например, из расхода на разработку самого сайта, регистрации доменного имени и так далее. Да, вдаваться в это не будем. В целом, как-то ПБУ и Бугадский, они тоже много времени доменным именам не отводят. И Минфин, что в 2020 году, что и в крайних своих письмах, он, в общем-то, обращает внимание, опять-таки, в унисон с позиции Верховного суда, который мы ранее видели, о том, что доходы от продажи доменного имени, они относятся к доходам от продажи, собственно, имущественных прав. Это что касается такого общего какой-то базиса, фундамента относительно гражданских прав и доменного имени как объекта, собственно. Что мы дальше можем сказать? Мы можем сказать, что с этой точки дальше начинается некоторая катавасия, которая свойственна доменному рынку в контексте определенности относительно некоторых ключевых вещей. Так исторически повелось. Что я под ней имею в виду? Ну, я имею в виду, что это очень хорошо, что правоведы определились более-менее в таких терминах, но на рынке и в текстах многих договоров под нематериальными активами, под доменом, под составными сайта понимают очень разные вещи. И можно встречать довольно интересные, в общем-то, такие описания. Вот, например, на экране выдержки из оферты одной из бирж довольно крупных, на которых осуществляется предложение доменных имен. Там, например, авторы решили дать определение нематериальным активом, включив в них, ну, в общем-то, все, что только можно, от каналов мессенджера и телеграм до скриптов и доменных имен. Это имеет значение, потому что, конечно же, когда по договору один субъект передает другому, зачастую он передает доменные имени не как таковое, хотя часто это бывает и так, но он зачастую передает ряд других смежных прав или вообще отдельных, которые так иначе связаны с сайтом. То есть там дизайн, доступы какие-то, опять-таки мы это разберем, например, реальной сделки. И вот такое смешение всего в одну кучу, оно, конечно, заставляет некоторую проблему в контексте надлежащей передачи и обеспечения передачи этих прав. Но, тем не менее, нам это говорит о том, что довольно фривольно многие участники рынка относятся к определению, что там нематериальный актив или нет. Ну, например, для биржи это не особенно интересно, по той причине, что она просто предоставляет сервис, на котором стороны заключают сделки, и в эти сделки оно, по сути, не особенно-то и лезет, не очень интересует. Интересует факт заработка на передачу одним лицом домен другому лицу, и тому, чтобы это произошло на их площадке с помощью их там средств автоматизации а-ля личный кабинет. А уж что там эти стороны между собой заключили, на каком основании они решили передать, формализовали они это или нет. Ну, обычно, да, там тот же регистратор, который предоставляет какой-нибудь аукцион или сторонняя площадка, они, в общем-то, этим не интересуются, и в их договорах обычно есть оговорки о том, это а-ля Авито, да, а-ля какой-нибудь кикстартер, о том, что я не я, корова не моя, меня это не интересует, вот, друзья, вы там сами сделку заключайте, вот, например, эта биржа, да, тоже назвала так договор отчуждения прав или доп. Такие виды договоров, вот, и была такова. Ну, что мы еще можем сказать, да, мы можем сказать, что, по-моему, сделки с доменами это сделки, это договор, да, как правило, потому что двухсторонняя сделка, которая подчиняется ряду общих прав, которые у нас, правил, пардон, которые у нас возложены в первой части гражданского кодекса. Здесь ряд из них, они все, в общем-то, релевантны, ну, как минимум, положение о смешанном договоре, да, как сделки, как и были раньше на практике, так и сейчас, большинство с доменами, они все-таки содержат элементы нескольких типов договоров, видов, да, были споры раньше, там, можно ли лицензионный договор заключать на домены, спойлер, скорее нет, можно ли арендовать доменное имя, спойлер, скорее нет, и пришло все к форме такого договора отчуждения или передачи прав администрирования, которые ближе к замене лиц в обязательстве, да, или что-то вот в таком духе, опять, сильно в теорию не вдаемся, важно понимать, что часто эти договоры содержат разные элементы, дальше рассматривая реальный пример с практики, я, собственно, это продемонстрирую. Также очевидно, что там могут содержаться ссылки на понятия, термины и конструкции, которых в законе все еще нет, непонятно, когда появятся, да, во многом эти конструкции, они появляются благодаря генеративной и норматорической деятельности общественного координационного центра и похожих до организаций, вот, соответственно, такие договоры задержат очень много отсылочных норм в правилах ICANN, в правилах, какие только нет, реестров и так далее. Соответственно, ну, еще один момент можно сказать, что, конечно же, такие сделки, да, даже если мы не только договоры рассмотрим как двусторонние сделки, а даже сделки, связанные там с отчуждением домена выимен по распоряжению администратора посредством подачи заявлений, соответствующему, да, они тоже могут к ним применяться критерии, соответственно, и применения последствий недействительности сделки. Здесь я привел там одно старое дело, которое я в свое время, когда я вот только начинал, по сути, ходить в суды по доменным спорам, участвовал, которое подсключалось в том, что вот исполнительный орган, злоупотребляя в некотором роде своими правами, совершил сделку по передаче прав на доменное имя от одного лица к другому, и затем, спустя значительное время, дело затянулось, были примены посредства недействительности сделки, и регистратор был обязан по сути откатить ее и восстановить права администрирования. Ну, таких дел, на самом деле, я видел не очень много, но суды, в целом, применительно к доменам, сделкам с ними, последствия недействительности также применяются, исходя из общих критериев, установленных гражданским кодексом в практике Верховного суда, касающихся добросовестности сторон, ну, и так далее, и тому подобное, и деления в заблуждение, в общем, все вот эти критерии хорошо известны юристам. Ну, что мы можем еще сказать про практику, пока не перешли к рассмотрению каких-то актуальных форм сделок, которые участники рынка применяют. Ну, мы можем сказать, как и ранее уже обозначали, что домен вещей у нас все-таки не является, но вот результатом интеллектуальной в смысле объекта интеллектуальной собственности тоже он не является, и, в общем-то, более-менее, как мне кажется, утряслась практика, что и во временное владение по договору аренды, если мы под ним понимаем, вот буквально, то договор аренды, а не вот имеющий какие-то элементы, смешанный, похожий, все-таки, наверное, не получится. Я на практике давно не сталкивался ни как юрист, ни как сотрудник регистратора с договорами аренды доменных имен, но, вот, тем не менее, готовлюсь к этой выступлению, презентации, собственно, нашел, даже в интернете до сих пор размещены всякие договоры аренды, подозрительно похожие на аренду имущества, но только там вместо квартиры домен вписан, не знаю, применяют ли его до сих пор где-то на практике, но интернет все помнит и все видят. Помимо этого, соответственно, может говорить о том, что передача доменов имени от одного лица к другому в чем-то походит на уступку, уступку права администрирования в том отношении, что, в сущности, одно лицо допросит, как скажем, в отношениях с регистраторами заменить администратора себя на вот соответствующего покупателя. Да, эта замена осуществляется посредством технических действий, передачи домена с одного личного кабинета на другой. Заключается она в том, что, в общем-то, акцептуется те же правила покупателям через, соответственно, конкулиентные действия в личном том же кабинете. И заключается в том, что в реестре данные обновляются с одного лица на другое. Ну, опять-таки, это обращаясь к тому, о чем я говорил ранее, о специфике вообще домена как объекта гражданских прав. Говоря про договор и актуальную практику, ну, в целом, да, сейчас вот даже в Консультанте Плюс висит у нас договор на передачу прав на доменное имя, такой усредненный, он дает базовый инсайт относительно того, что из себя сейчас представляют такие сделки. Да, они представляют из себя некоторые обязательства одного лица передать другому за вознаграждение. Право использования, причем, да, не доменное имя как таковое, а именно право его использования, при этом определяются какие-то существенные характеризующие признаки такого домена, как правило, к ним относятся зачастую не только обозначение самого домена, буквенное, цифровое, в общем, символьное, а также, например, там DNS, который прописан для этого домена. Вот. Также, соответственно, предоставляются рядки гарантий о том, что администратор действительно является администратором. На практике, да, многие регистраторы предоставляли такую услугу, как сертификат, для того, чтобы, что, например, было релевантно в свое время, и может быть, даже до сих пор для СМИ различных онлайн, которым, да, при получении, вхождении в реестр, соответственно, сетевых изданий им нужно было подтвердить, что домен им действительно принадлежит. Но в сделках часто, понятное дело, обходятся без всяких сертификатов, указывают там иногда реквизиты договора я на практике, встречал иногда просто ссылку на ХУИС, если данные открыты, тут все по-разному. Ну и, конечно же, основную часть таких сделок заключают какие-то действия стороны правообладателя и приобретателя. Причем эти действия довольно уникальны, если их рассматривают с точки зрения, ну, там, традиционной передачи прав на товарный знак, потому что здесь есть посредник в лице регистратора, который должен совершить ряд действий, есть некоторая процедура, предполагающая подачу заявления, корректировки или не корректировки DNS серверов, и, соответственно, подтверждение факта в общем-то подачи распоряжения регистратору на то, чтобы данное имя было перерегистрировано именно на те данные, на которые нужно, чтобы это было приобретателем. Обычно в договоре это все прописывается, иногда даже, вот я на практике столкнулся, как раз сделал выжимку из такого живого документа, столкнулся с тем, что бухгалтерия требует дополнительно акт передачи прав администрирования, подтвердить вот как акт сдачи приемки услуг, хотя, конечно, это довольно такой интересный, может быть, даже анахронизм, но вот тоже на практике стороны используют, иногда фиксируют в подписываемом документе, что да, действительно, на такое доменное имя были переданы, соответственно, права, все хорошо, отношения закончены, завершены. Да, ну, помимо этого, надо понимать, что зачастую такие договоры, они являются смешанными, и, как правило, вот из последних моих опытов взаимодействия с предпринимателями, конечно же, часто люди заинтересованы не только в получении прав администрирования на доменное имя, но передается комплекс на большое количество разных и объектов интеллектуальной собственности и просто каких-то доступов к аккаунтам, да, потому что часто, например, сайты продаются, передаются кому-то в случае продажи бизнеса, да, и тогда мы говорим вообще, что описание порядка передачи доменного имени может являться составной частью договора о купле-продаже вообще далее в компании, да, и часто компания делает приложение, да, когда инвестор приобретает, например, какую-то долю или полностью бизнес, он, конечно же, заинтересован в том, чтобы в приложении поименовать конкретные объекты, включая объекты интеллектуальных прав и не только, которые он получает вместе с компанией, ему важно удостовериться, что с правами все хорошо, важно удостовериться, в какой форме будет передано, вот справа, соответственно, выжимка одного из таких недавних договоров, с которыми мы сталкивались, да, и нужно обратить внимание, что домен тут получается один среди многих, у которых тоже есть проблемы с определением правового статуса, потому что правовой статус, скажем, там, аккаунтов в социальных сетях, да, он тоже довольно такой специфический, и часто договоры, они все включают очень много разных интересных элементов, стороны договариваются, понятное дело, как этот доступ будет передаваться, будь то через архив или через какие-то, значит, там, отправили логин, пароль, связки в почту, и, соответственно, как им подтверждать вообще факт этой передачи. И, соответственно, часто домен вот содержится как один из таких элементов в рамках таких договоров смешанных, ну, по которым, конечно же, может и товарный знак также обозначаться, да, необходимость его передачи, и более формализованных объектов, которыми законодатель лучше понимает, что вообще делать. И, наверное, крайняя часть моей такой небольшой речи, выступления, это про аукционы, но в целом я не нашел какого-то большого количества судебной практики, которая была бы посвящена спорам вокруг передачи и отчуждения доменов на биржах и на различных магазинах доменов, которые существуют у некоторых регистраторов. Соответственно, чтобы хоть как-то здесь что-то прокомментировать, я изучил актуальные редакции договоров размещенных, да, и соглашения у таких регистраторов и у таких бирж. Ну, можно сказать, в принципе, повторить то, что я уже сказал ранее, да, что регистраторы особенно не заинтересованы в сильной формализации отношений между покупателем и продавцом, потому что это, в общем-то, не часть их ответственности и не головная боль. Обычно они обозначают какие-то правила функционирования таких бирж с точки зрения передачи лотов, определяют, что такое покупка, что такое продажа, прежде всего для того, чтобы определить момент, когда они получают вознаграждение, когда сделку можно считать закрытой. И, в общем, такие договоры, они представляют из себя что-то в духе САС, да, то есть это предоставление права пользования каким-то сервисом, либо такой смешанный договор возмездного оказания услуг. То есть вот я две конструкции в основном увидел, но у регистраторов это чаще что-то ближе, наверное, к САС, такому облачному предоставлению сервиса, а-ля вот Marketplace. Ну и, конечно же, до сих пор существует теневой рынок, который в судах часто не откладывается, не доходит дело, но который, в общем, до сих пор вполне себе существует. Тут скринется новое из форумов, я решил посмотреть, как люди сейчас сделки-то вообще заключают, ну и увидел, в общем-то, довольно такую традиционную историю, мне кажется, с начала нулевых или девяностых все еще там на форуме люди могут написать цену предложения, начать в трейде голосовать относительно того, сколько домен будет стоить, потом просто написать, ну, дружище, напиши мне в Вайбере, забирай. И уж что там эти субъекты право заключают между собой, заключают ли, большая загадка, ну и, наверное, ответ немножко предсказуем, скорее всего, ничего они там не заключают, одна из сторон обращается к регистратору, подает заявление, ну и, соответственно, происходит передача прав администрирования. Почему я это привожу? Ну, к тому, что все еще в части сделок доменные имена и сделки с ними, это, как я люблю говорить, дикий запад. Да, есть определенная степень больше формализации с точки зрения подхода судебного, да, к домену, как объекту гражданских прав, больше это ридом никто не называет и не спорит по поводу сущности аренды. Но в то же время, да, все равно рынок функционирует как-то отдельно, право регулирования существует как-то немножко отдельно, и какого-то сдвига комплексного за последние, там, пять лет, я, наверное, не смог отследить. И за последние вот пару лет, 22-23 год, тоже каких-то особых тенденций я не заметил. В основном они касаются того, что, ну, регистраторы оптимизируют свои оферты, биржи чуть более грамотно работают с потребительскими правами, а рынок чуть более привык вообще домен рассматривать как один из ценных активов, которые он приобретает вместе с другими ценными активами. Ну, и, соответственно, в предпринимательской практике к этому, как мне кажется, стали относиться вот более так дежурно, что ли. Ну, и выводы. Я их, в общем-то, сейчас вкратце обозначил, повторяться, наверное, не буду. Вот, поэтому, наверное, за мою исследовательскую работу по теме актуальные вопросы сделок с доменными именами, мне можно поставить твердую тройку, может быть, четверку с минусом, потому что, да, не так много этих актуальных вопросов, по крайней мере, с точки зрения такой вот фасадной части, да, то есть, я не вижу, чтобы был какой-то крен или изменение сильной в судебной практике относить таких сделок. Чаще все-таки дела касаются правонарушений, споров, касаемо использования обозначений, последствия применения недействительности сделок к сделкам с доменами, да, на практике существует, но, опять-таки, не заметил, чтобы что-то там сильно изменилось, и выглядит так, что немножечко эта тема, она в работах правоведов остается довольно актуальной, но в таком разрезе прикладном рынок как работал с начала нулевых более-менее на коленке, так он, наверное, сейчас и работает, но в определенной степени формализацию порядочно вносит, конечно, регистраторы со своей деятельностью, касающейся вот магазинов, доменов, да, потому что это уже что-то ближе к полноценным маркетплейсам, правовому регулированию их соответствующему, нежели то, что делают некоторые биржи, да, или вот а-ля биржи, которые вообще функционируют как совокупность трендов на форуме. Наверное, на этом мой такой немного абстрактный, но, надеюсь, интересный в каких-то частях рассказ подошел к концу. Большое спасибо, коллеги. У меня все. Павел, спасибо большое. У меня такое впечатление, что можно вечно смотреть на огонь, воду и обсуждать, что такое доменное имя. На самом деле, мы очень часто к этому вопросу возвращаемся, и несмотря на то, что вы говорите, в судебной практике ничего не поменялось, правоведы по этому поводу активно спорят, как бы это является основанием для диссертации. В общем, юристам это очень интересно, и, мне кажется, это нескончаемо. Но мы, на самом деле, к этому вопросу еще вернемся. У нас Владислав, в принципе, со смежной темой, поэтому, Павел, просьба далеко не уходить, потому что, может быть, Владислав скажет совершенно другое с точки зрения белорусского законодательства, и мы можем поспорить. Но у меня вот вопрос, который мне вчера задал Андрей Воробьев на открытии недели в Петрозаводске. Он сказал, что вопрос, что в чем, как надо регулировать доменное имя. То есть для этого нужно правовое регулирование, законы, подзаконные акты, или все-таки само регулирование должно впереди идти. Потому что мы иногда говорим, что домен не получает правовой защиты именно отсутствие законодательных каких-то норм. И в связи с этим нужно ли прочнять наше законодательство такими нормами, и это действительно должны быть законодательные нормы, государство должно вторгаться в эту сферу, либо мы все-таки должны оставаться на уровне саморегулирования и плавно, нежно регулировать доменные имена именно посредством норм такого мягкого права. Ваше мнение? Да, отвечу так немножко издалека, но подведу к прямому ответу на вопрос. У стойков, у них философия греческая, у них было понятие, что тот, кто следует судьбе, он идет с ней в припрыжку, а тот, кто как-то игнорирует ее знаки, судьба его за ногу тащит и все равно выбора нет. Мне кажется, право и технологии, домены и законодатель примерно такая же история. В конечном итоге рынок, что говорится, порешает, и в конечном итоге законодатель будет это регулировать или нет, какая-то степень саморегулирования, она сама возникает неизбежно, и доменный рынок тому демонстрация. И поэтому право всегда запаздывает за каким-то регулированием, иногда оправданно, иногда немножко, может быть, по каким-то иным причинам, политическим, социальным, экономическим. И мне кажется, что сейчас этот вопрос, он такой уже немножечко, ну, я бы не сказал, что он не актуальный, но мы с вами свидетели того, как и судебная практика, и регистраторы, и рынок, и юристы, они, в общем-то, как-то подстроились под систему некоторого правового вакуума, который, по крайней мере, применительно к сделкам с заменными именами существовал и до сих пор, в общем-то, существует. И мне кажется, это не вопрос, а надо или не надо, ну, законодатель решит, в итоге, надо ему это или нет, а практика и живые, да, непосредственно отношения субъектов на рынке, они все равно складываются, они все равно упорядочиваются, возникает обыкновение. Я, как юрист, очень часто участвую в сопровождении непосредственных сделок с такими активами, как домены, прекрасно вижу, что, ну, есть устоявшиеся представления уже в головах у многих предпринимателей, участников рынка, с киберскуоттеров, бывалых, да, участников бирж, о том, как эти сделки проводить и вообще, какие правила существуют. И правила существуют не только писанные, но и не писанные, и когда какая-то область не очень урегулирована, вторые, как всегда, да, они имеют даже какой-то примат хождения. Поэтому я скажу так, мне кажется, на данном этапе законодателю больше, понятное дело, интересуют по понятным причинам вопросы безопасности инфраструктуры и ряд других аспектов, и вот этот вот аспект, касающийся гражданскоправовой стороны дела, фиксации домена как объекта правых гражданских прав, как результат инфраструктурной деятельности, даже если бы он это сделал, не факт, что это что-то на практике само все бы внезапно поменял. Поэтому мне видится, что как бы ну это данность, то есть, короче говоря, это данность, рынок уже сам себя немножечко урегулировал, понял, как ему с этим жить и законодатель определенно может быть уже даже несколько запоздал с этим. И саморегулирование это не вопрос приоритета, а это вопрос того, что ну так происходит, не только с доменными именами, в любой другой сфере, где законодатель пока не успел прийти, да, как вот дипфейки сейчас, нейронные сети, использование результатов деятельности интеллектуальной, искусственного интеллекта, да, там ведь тоже еще очень много законодательства до сих пор подвисло, обсуждается и не факт, что будет принято в том виде, в котором он обсуждается вроде директивы Европейского Союза АИА, да, про искусственный интеллект. Но рынок существует параллельно, договоры заключаются, в этом магия. Поэтому, мне кажется, этот вопрос, как бы это странно не звучало из уст юриста, но он не такой принципиальный. Законодатель может делать, что он хочет делать, а рынок и участники рынка, они в любом случае найдут способы и домены продавать, и результаты работы искусственного интеллекта использовать, и дипфейки как-то в коммерческой практике. Поэтому, да, ответил бы как-то так, вот, надеюсь, месседж понятен. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за ответ. На самом деле, очень часто юристов впрекают в том, что первое слово это нельзя. Почему? Ну, мы будем думать. То есть, мы всегда говорим нет, а потом говорим, ну, мы подумаем, может быть, и да. То есть, как бы, здесь в отношении законодательства вы приблизительно так же говорите, что как бы законодатель, пусть он регулирует, но не сильно, как бы лучше все-таки саморегулирование, оно более комфортное, более правильное, более точное. И, в принципе, я с вами соглашусь. Мы вот статью Сергеем Коповым писали, который присутствует здесь. Вот вы на него ссылались вначале. Как раз мы вот эту позицию тоже придерживаемся, что законодательный регулирование возможно и можно, но все-таки в рамках того, что действительно явно необходимо, как бы вот. Но в основном, конечно, это саморегулирование. Большое спасибо, Павел. Не уходите далеко. Вот поэтому мы еще к доменным именам вернемся. А сейчас я так поняла, что у нас подключился Крис, Крис Бакридж. И да, подключился? Да, отлично. Я здесь. Да, и мы предоставляем ему слово, чтобы он рассказал как раз о регулировании, правом регулировании в Европейском Союзе. Спасибо большое. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Это очень приятно, чтобы поговорить с вами сегодня. И, извиняюсь, не быть здесь в личности. И спасибо, Павел, заступил в мою место в первую очередь. Я был в правом зуме, я думаю. Но я думаю, это тоже хорошо, чтобы продолжить его презентацию с этим, который будет довольно отличным. Я думаю, где его презентацию было очень детален, и в том, что 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 мы видим в Европе в последние годы. Меня зовут Крис Букридж. Я, наверное, встретил многие из вас в моей времени, работая на РИПНЦК. Я не работаю на РИПНЦК. little earthquakes title of this presentation comes from it's acknowledging that this is not a sort of single major piece of legislation or regulatory effort that is changing the ground for operators but it's many small well small and large regulatory initiatives that are changing the industry changing how operators need to work with governments with law enforcement with their customers and this diagram was produced by bruegel which is a european economic think tank and it's it there's a link there if you use the qr code you can follow that it shows basically a huge range of different legislative initiatives in the last years that relate to internet and internet operations and the number is is huge they're obviously a huge number one thing i want to also point out now if you oh hang on sorry take away sorry i'm just going back here here if we take away the um the ones in white those are the ones that were from before 2020 i think this is an interesting insight here into how much has happened just in the last three years how heavily the the activity has moved on in terms of internet regulation and it also shows the areas where there was already regulation and work being done you see here in e-commerce and consumer protection there was a lot a lot of historical regulation in terms of trust and safety in terms of media certainly but then there are other areas where it's really all happened just in the last three years in terms of finance in terms of industrial policy and in terms of cyber security now this presentation is by necessity going to be a mile wide and about an inch deep so that is i'm going to try and cover in the 15 minutes that i have a number of different topics hopefully topics that are of some relevance to to this audience but it's only a small subset as you can see here on the screen of the overall picture and even within that i'm not going to be able to go too deeply into detail on each of these so what i've included in the slides is well a lot of links and some qr codes so if you want to go see the slides later on you can follow the links or if you're just watching this you can use your camera camera phone and follow the links to some of the relevant information but so what i want to look at today is telecoms act fair share initiative the nist2 directive the e-evidence regulation the cyber resilience act the digital services act and the digital markets act those kind of work together the ai act and then another one which is not included in the broigel framework which is dns for eu which obviously has some relevance to this group so fair share this is probably a good place to start and if you noticed on the previous slide it was the only one of the topics i'm going to talk about which doesn't have a current legislative initiative so essentially it's just a discussion that has been happening between the commission the parliament and industry and it's really actually a very old discussion um it's called we can call it network fees it can be called fair share it can be called sending network party pays but it comes down to the question of whether government wants to to compel content providers so that can be content distribution networks it can be google it could be um netflix to pay money to the companies that provide the network infrastructure to end users and traditionally that's the telcos the health telecommunication organizations so in europe obviously by virtue of the the structure and of the the different strengths of um the different economies this now has a bit of a spin of do we want to force us big tech companies to pay our eu telcos which are often now private companies but still where they're former state-owned incumbents and this has been a really charged atmosphere um between the commission on one side who have come out very strongly in favor of the telcos pushing that that um position which has also been enunciated by ethno which is the industry association for the european telcos and then on the other side many in the internet industry who see this as really not the way to go um and it is a discussion that has been had previously was had in the itu in an international context around 2012 and the decision there was not to do to do this but then in some other countries there have been laws that have um established this kind of relationship so south korea is the one most commonly cited but there are many implications for what this would mean um if it was done particularly in terms of internet uh in terms of network neutrality um because it would establish a new customer client relationship between these big tech companies and these large telcos so that would leave many of the smes the small and medium operators out in a very um different different context now this is as i say not yet a legislative initiative but in june the parliament passed a resolution that did call for measures to ensure fair contribution from large traffic generators so it's likely this is going to come on the table in the next year or so though it's going to compete a little with european elections and the change of commission which will happen in that period as well so on to something a little bit more solid and that's niss 2 and that's shorthand for the update to the 2016 network and information systems directive which is essentially applying to the security of those networks and ensuring um that essential services are protected or sufficiently regulated now that directive the niss 2 update has been in effect from january this year um because it's a directive in the eu parlance that means that each member state has to incorporate it into their national law in the way that they see fit a regulation is applies as as plain text for all member states a directive can be applied differently across different states there was some early focus in the development of niss 2 about efforts from the commission to include european root server operators in the law and so that would have meant that certainly the root server operators who are headquartered in europe and that's the ripe ncc and net node would have been drawn into the law would have been required to to be regarded as operators of essential services it may also have meant that any other server operator providing a node in europe would have been drawn into scope that was not really clear but there was a lot of coordinated community engagement with the different institutions and particularly with the parliament which ensured that in the final negotiation that text wasn't included in this too but there are certainly requirements on other actors and that includes the country code top level domain operators and they're specifically called out in article 28 as needing to ensure accuracy in their registration data but this is where there has been actually some concern from cc tld operator community and others that that status as a directive which means it will be implemented differently in different states will result in different rules that in terms of what the cc tld cc tldes need to provide and how they need to provide it and that may result in different different levels of of compliance different levels of difficulty for the different operators um so i've included a link there to a statement by echo which is the german uh internet industry association and it captures some of those concerns that particularly the cc tld operators have had now e-evidence again we're talking here about security um we're talking about um how law enforcement can do their job and this is a package that actually includes both a regulation and a directive um and it's designed to ensure that easier and faster act make it easier and faster for police and judicial authorities to access the evidence that they'll need in investigations now this was actually into the last bullet here this was about five years in negotiation this was first mooted in 2018 um as something necessary and the most significant element of this and this was something that was particularly of interest to the ripe ncc an organization based in the netherlands is that legal orders for electronic evidence will be able to be made from other eu states directly to operators organizations without having to go through the local courts in that uh so whereas under previous situation an organization like the ripe ncc to get evidence you would have to go to a dutch court and get a dutch court order to release the evidence now a judge or a court in any other eu jurisdiction can simply order the ripe ncc um to hand over that evidence so that that makes things a little different difficult and different um and there are some questions about uh what measures that would be in place to uh ensure consistency ensure um legitimacy in in terms of doing that um but that has come into force and so now is starting to play out and the regulation actually will come in in august 2026 but then the cyber resilience act moving a little bit away or changing the focus a little bit in terms of the security focus here is much more about hardware and software products and ensuring that requirements are met throughout their whole life cycle now there was a lot of concern and there was some discussion of this again in the ripe community um but also in in other parts of the operator community and one of the specific concerns was from the open source community um and while the european commission on their website actually does note some specified exclusions such as open source software there were still a lot of concerns about what this cyber resilience act which would place requirements on developers of hardware and software whether that might have a chilling effect on the development and production of open source software and so there was a big public consultation held at the beginning of this year um the current draft has been approved by the parliamentary committee in july so still needs to go to the full parliament um this this year um but it is is moving quite quickly through the the process and there's an article linked there from martin ertsen from nl net labs which is really laying out the concerns that open source developers have about this cyber resilience act jumping to the digital services act and digital markets act um i don't have a huge amount to say on these two other than that they were debated endlessly um following their proposal in 2020 um and have now come into force and we're now starting to see how they're being applied and the most relevant interesting thing about these these acts is their application to some very big players um so the dsa in april designated 19 platforms and three search engines as very large online platforms and they have therefore some very um intense restrictions and requirements placed on them one of those included there is wikipedia which has been of course a source of some concern but most of the others are large for-profit um companies the dma digital markets act um talks more about gatekeepers and has identified sticks and so that's um i can't see my slide here but it's alphabet um amazon bit bit dance by dance um and microsoft and some others um and those gatekeepers have to abide a series of do's and don'ts particularly in how they manage their relationship with customers so what they can require their customers what they can prevent their customers from doing um so this is this is an interesting um chance to see whether this attempt to regulate some very big international global um players will work out for the european union and then finally finally um one here that i have is the ai act now this is not necessarily so relevant um to this community although it has been a really hot topic in the last 18 months um and particularly with with chat gpt and dali coming on the on the public scene and the euf is really just one of very many including work in the council of europe on a convention um the security council in the united nations has been having discussions about ai and there have been a huge number of national regulations um in the offing including a lot coming out of china which is certainly significant um the eu themselves described the ai act as the the world's first comprehensive ai law not sure how seriously to take that but it is certainly a very significant um attempt to regulate the ai space um and parliament adopted a position in june but notably with some very significant changes to the original draft um including some greater protections for for users um and constraints on developers and that's again going back to the nist too an example of how the different institutions in the eu the commission the parliament and the council um have some different views and different priorities at times so that the legislation can change as it moves through process and then finally dns free you um this was announced sort of in 2020 as well along with dsa dma and also nist2 and it's establishing public dns resolver established in the eu and funded initially at least by the eu um there was a tender process last year whalebone of consortium based in chechia was developed was um commissioned to develop the service um and this is just some information there is a presentation um that was given very recently at dns oak 41 um which talked about the progress being made here and the plans that whalebone has but i thought it was interesting to see this this comment the new desires to make this the officially recommended dns resolver for public and governmental institutions um now i think it's also intended to be for the public at large but there is this very clear focus on public institutions and government one last thing which i won't go into into too much depth on but there has been a lot of discussion over the last years about sanctions and the impact that they have on the internet particularly in relation to the core global functions the dns the ip address registrations um there was a study that uh fazana buddy carried out funded by the ripe ncc it's definitely worth having a look at um and in what she has to say there that brings me to the end i put here some useful resources certainly that i've drawn on and that can give a lot more information on on these ripe labs the ripe ncc's website um center the um regional ccgld group has a lot of policy documents and inputs on these discussions and echo the german international industry association so thank you very much thanks we are making a lot of what the climate is Dr. Ciss I wanted to point out that the development of the have a very Oi the system it is a process which allows us to have a lot of Which I would like to point out that the development of the EU this is a process which allows us to take many aspects of the and I wanted to ask you the next question Вопрос. Когда Европейская комиссия издала постановление о том, кто входит в число привратников по закону о цифровых услугах, то не все компании с этим согласились. Какая процедура для несогласных с этим компанией для того, чтобы выйти из этого списка? Потому что у нас прошла информация, что предъявлены требования в суд об исключении из этого списка тех компаний, которые не хотят подчиняться этому закону, не хотят, чтобы его действие распространялось. For the Digital Markets Act, they only landed on six of these gatekeepers, so Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, and Microsoft. They really have gone with the very big actors there. I think they've sort of, in some ways, been a quite cautious approach by the EU in that regard in only sort of setting, at least initially, these very large global companies who really would have a lot of trouble arguing that they're not in that sort of top tier of groups. But it's also interesting to see the different 22 different platform services which are provided by these six and the ones that actually fall out of being regarded under the Digital Markets Act. So for instance Gmail by Alphabet is not included even though YouTube and others are. And so I think this will evolve over time. As I say, I think it's a bit of an experiment to see how effective this will be. How much the European Commission can throw its weight around in trying to regulate these very big global actors. Thank you very much. 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 Very useful. Thank you. Thank you very much. У нас сегодня, поскольку секция все-таки в сфере IT, мы решили, что нельзя обойти вниманием вопрос о том, что у нас происходит в судебной практике. И вот на самом деле, наверное, многие слышали, что недавно в Америке было дело, когда знак Эмодзи признали согласием по договору, и там на ответчиках возложили значительные убытки в связи с договором, потому что он в переписке поставил этот значок. И у нас очень многие юристы говорят, о, вот, до чего дошел прогресс. Буквально недавно, чуть не неделю назад прошла информация о том, что у нас аналогичное дело рассмотрено в Ростове-на-Дону, и все сказали, вот это повторение Америки. А на самом деле, буквально опять-таки несколько дней назад выяснилось, что еще прошлой осенью у нас, по-моему, в Краснодаре было аналогичное дело, и опять-таки Эмодзи признали согласием, как бы суд прямо сказал, что ну да, вы выразили согласие, тем самым подтвердив условия договора. То есть у нас судебная практика, она действительно в тренде, и говорить о том, что мы где-то отстаем, наверное, не совсем правильно, а иногда, может быть, даже совсем неправильно. Но, наверное, подробнее расскажет у нас о судебной практике, что у нас происходит в интернете в смысле судебных решений, и вообще, какие споры у нас сегодня рассматриваются. Екатерина Калинищева, она является партнером компании «Семенов и Пязнер», руководителем практики по интеллектуальной собственности, ну и давним партнером «Тил Декона», «Рифа», «Рикфа», и вообще мероприятия в сфере интернета. Поэтому Екатерине слово, да, конечно. Спасибо. Надеюсь, что здесь работает микрофон, да, классно, меня слышно. Я рада вас всех приветствовать, я рада, что я постоянный участник «Тил Декона», я пыталась посчитать, это либо четвертый, либо пятый, и постоянные участники «Тил Декона» знают меня как представителей и правообладателей. Это и по сей день остается так, но есть какая-то такая ветвь развития. Сначала я сюда приезжала как представитель правообладателя и условно воспринимала всех врагами, регистраторов, хостинг-провайдеров, администраторов доменных имен и так далее. Потом как-то началась какая-то эволюция, в какой-то момент начала говорить о том, что с регистраторами мы в принципе можем сотрудничать. Сейчас я понимаю, что я также представляю правообладателей, но все чаще в моей практике споров, когда я нахожусь на стороне третьего лица и на стороне владельца сайта, например, или какой-то площадки. Мне кажется, не ровен час, и я стану представителем регистратора в суде. Хотелось бы сплюнуть, но кто как знает. Сегодня, да, будем говорить о том, о чем спорят в интернете. Я пыталась найти какую-то стебную практику, которая будет полезна именно регистраторам, администраторам доменных имен и хостинг-провайдерам. Не моя личная, сразу скажу, потому что я в этом году, который прошел, не сталкивалась со спорами, именно связанными с доменными именами. Все связано с интернетом. Мне кажется, что уже практически нет споров, где хоть как-то краем глаза не участвует интернет. Поэтому рассказываю вам не свои дела, но, надеюсь, вам интересны. Презентация на английском. Если в какой-то момент начну вдруг говорить на английском, не серчайте. Немножко синхронный перевод сейчас будет у меня в голове. Начинаю с выводов. И первый вывод, что регистрацию домена нельзя вернуть через суд после его аннулирования. Об этом сказал у нас суд по интеллектуальным правам. И это, по факту, конец истории, но в начале, что к чему, как у нас все произошло. Судились у нас компания PIN. Я думаю, что вы все знаете, это петербургская интернет-сеть, они же регистратор. И ActionPay. В чем была суть? Компания PIN является правообладателем товарного знака. PIN. Вот вы на ноутбук, если посмотрите, увидите, как он выглядит. Дата приоритета 2010 год и существовало у нас доменное имя PIN.ru. Администратором являлась компания ActionPay. Домен был зарегистрирован позже, в 2017 году. Соответственно, поэтому компания PIN решила обратиться с иском в суд и запретить использовать в доменном имени непосредственно свой товарный знак, а еще и свое фирменное наименование, которое у них появилось еще годами ранее, в 2007 году. И о чем говорила компания PIN, что их товарный знак зарегистрирован для 38 класса. Это телекоммуникационные услуги, в том числе и виртуальный хостинг они предоставляют, и IP-адреса и так далее. Сам ответчик заявлял о том, что на сайте с доменом именем PIN.ru нет ничего, он пустой. Но он предоставил план того, что на этом сайте будет размещаться социальная сеть. И в ходе этого суда устанавливали стороны, являются ли однородными эти услуги, социальная сеть и, соответственно, этот 38 класс. Ну и стороны пришли с помощью ИСА, конечно, который это доказывал, что действительно услуги однородные. Потому что телекоммуникационные услуги, они позволяют как минимум установить связь одного человека с другим лицом, либо с неограниченным кругом лиц. И социальные сети тоже придуманы для этого, поэтому решили, что услуги у нас однородные, соответственно, графическое и фонетическое звучание у нас одинаково, поэтому в доменном имени действительно используется товарный знак, это нарушает права правообладателя, и поэтому суд удовлетворяет исковое заявление. Ответчику, конечно, это не нравится, он обращается с апелляцией и говорит о том, что на домене ничего не размещалось. И это никак не доказывает то, что было использовано, нарушены права на товарный знак. Но здесь суд апелляционный также снова обращает внимание на то, что был план, что это должна была быть социальная сеть, и само по себе администрирование доменного имени каждый день является нарушением прав на товарный знак. На том и сошлись. Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. В этот момент компания ПИН воспользовалась преимущественным правом, естественно, перевела домен на себя. Помимо прочего, у них еще были свои домены, и есть pin.spb.ru, pin.rf, если я не ошибаюсь. И когда уже преимущественное право они воспользовались, перевели домен на себя, pin.ru редиректил на их текущий домен. Проходит месяц, ответчик обращается с кассационной жалобой, и суд по институальным правам отменяет решение первой инстанции и апелляционной инстанции. В этот момент ответчик ActionPay говорит о том, что, а как же так, преимущественным правом воспользовались, верните назад домен, потому что решения отменены. Обращался он к компании AORSYS, которая являлась регистратором, который отказал это все сделать. Дальше суд по институальным правам, он не только отменил решение судов, он еще и отправил это дело на новое рассмотрение. И в ходе нового рассмотрения суд первой инстанции сказал о том, что требования мы удовлетворяем, но частично. Просто запрещаем использовать pin не в целом, а именно для 38 класса товаров и услуг. Естественно, ActionPay, уже получив отказ от AORSYS, что как же так незаконно все получилось, решает, что теперь мы меняемся местами. ActionPay у нас идет в ИСОВ, компания PIN, AORSYS у нас становятся ответчиками. И требования здесь как раз уже связаны с тем, чтобы обязать компанию PIN и, соответственно, AORSYS вернуть администрирование доменным именем. Но здесь суд сказал несколько важных вещей, и вот Павел тоже там упоминал, когда мы говорили про природу доменного имени, что на самом деле доменное имя не может принадлежать администратору на праве собственности, что, поскольку у нас существуют отношения между регистратором и, соответственно, администратором на основе договора оказания услуг. И, кроме того, сам факт того, что права-то PIN все равно были нарушены. Да, не в целом, но в счастье, вот этих 38 класса сам ответчик тоже в этом классе собирался использовать, осуществлял приготовление к тому, чтобы использовать и нарушать права на товарный знак, поэтому в данном случае преимущественное право для него основания все равно присутствуют. И плюс еще суд здесь пояснил, что на самом деле нет технической возможности у регистратора вернуть регистрацию домена после его аннулирования, потому что записи все удаляются, нет всей истории, поэтому это невозможно сделать. И поэтому суд отказал в данном случае компании PIN в том, чтобы обязать вернуть регистрацию на его имя, и все здесь случилось законно. А еще, что интересно, оказалось, что в этом деле AORSIS уже не является регистратором доменного имени, а является им сама компания PIN, которая, естественно, воспользовалась преимущественным правом, да, и все гладенько сделала. Это одна из интересных историй. И еще одно дело, про которое я расскажу, здесь касается нарушения неправ на доменное имя, но все равно с этим связано. Есть такая компания Raventa. Девушки, возможно, знают продукцию этой компании. Они являются, точнее компания, являются правоводателем нескольких товарных знаков. И есть такой сайт техпорт.ру. На этом сайте размещалась продукция непосредственно этой компании, Raventa. Это, естественно, не понравилось правообладателю. Он обратился с иском в суд о защите прав на свои товарные знаки к администратору этого доменного имени. Но что здесь важно, раз уж я начала сразу с выводов, здесь привлечен к ответственности был администратор домена, несмотря на то, что он передал право администрирования другому лицу. Теперь, собственно, какая история была. У администратора доменного имени был заключен договор с компанией Seller в 2018 году. То есть это было задолго до того, как у нас было это судебное дело, судебное заседание. И, соответственно, ответчик хотел привлечь Seller, с которым у него заключен договор, в качестве третьего лица к этому делу, но суд отказал. Я здесь привела небольшие выдержки из самого соглашения, о чем, собственно, речь была. Здесь администратор домена передавал право использования доменного имени за деньги, естественно, на определенный срок для того, чтобы размещать информацию, в том числе рекламную информацию. И само это лицо, Seller, выполняла функцию администратора домена. Кроме того, в самом соглашении было указано о том, что на сайте не может размещаться информация, которая противоречит законодательству Российской Федерации. И сам администратор доменного имени вправе контролировать, как доменное имя используется. Но, несмотря на это, суд сказал о том, что не представлено никаких доказательств, что администратор доменного имени это доменное имя не использует, что это действительно использует другое лицо. Плюс ко всему, тут также были отклонены выводы о том, что администратор доменного имени в данном случае является информационным посредником. Суд сказал о том, что это противоречит законодательству Российской Федерации. Поэтому администратор домена, имея договор с другим лицом и передав ему право администрировать этот домен, является нарушителем, и с него была взыскана компенсация, правда, в размере 30 тысяч рублей из 400 заявленных, и, соответственно, апелляционная инстанция это дело тоже оставила в силе. И третье дело я хотела еще привести, его здесь нет, а знаете почему? А потому что я решила найти какое-то дело, где правовдателю было отказано, где выиграл в итоге администратор домена, и увидела, что представителем ответчика являлся Антон. Я решила, что это буду не я, кто расскажет про это дело, и если Антон захочет, то он про него расскажет. У меня все. Я старалась таймингу ложиться, как могла. Спасибо большое, Эктерина. Мы, на самом деле, учитывая, что у нас времени действительно мало, решили, что вопросы мы задавать не будем. Большое спасибо докладчику, Эктерине, и если кто-то желает что-то спросить, и Эктерина может много чего рассказать интересного, то в кулуарно, пожалуйста, подходите. Она очень отзывчивый человек, поэтому прорекламировала как могла. Следующим нашим выступающим является Антон Геннадьевич Серго, президент компании «Интернет и право». И у него очень интересная тема импортозамещения в доменных спорах, так и необычная абсолютно. Но я хочу сказать, для тех, кто вдруг не знает, вдруг не знает, у нас Антон Геннадьевич, он легендарный писатель в сфере доменных имен, потому что у него несколько книг вышло. И сейчас в связи с 10-летием суда по интеллектуальным правам у него есть статья размещена в журнале «Суда по интеллектуальным правам» про как раз несудебное рассмотрение доменных споров. Поэтому к Антону Геннадьевичу я сразу предвосхищаю. Вопросы, если будут, то можно к нему тоже подойти, поскольку он тут, его можно поймать, и спросить все, что вас интересует. А сейчас я предоставляю слово Антону Геннадьевичу. Антон, вам слово. Спасибо, но вы такую высокую планку задали, уже трудно есть соответствовать, если честно. Ну, если честно, хочется добавить просто пару слов. Как говорится, меня не спрашивали, но я скажу вашу дискуссию с Павлом по поводу, соответственно, объекта и, собственно, целесообразности регулирования. Мне кажется, что все-таки так. Мне все-таки кажется, что определенное право регулирование для доменных имен нужно, просто потому что любой бизнес в любой ситуации требует определенности. И примитивно к такому объекту, как доменные имена, определенности все-таки не хватает. Ни с точки зрения объекта в плане его регулирования процессов передачи, процессов оформления как нематериального актива и прочее, ни с точки зрения судебных споров, которые настолько разнообразны, что раз в полгода запросто можно сделать презентацию из области, скажем, доменные споры, и каждый раз они будут немножечко разные. Безусловно, для бизнеса такая вот непредсказуемость совершенно ни к чему. И это одна из причин, по которым, допустим, в ряде случаев есть популярность иностранных доменных зон у российских предпринимателей. Ну и, как мне кажется, все-таки некоторая определенность здесь нужна. Надежды на саморегулирование, да, есть, но, мне кажется, она здесь себя, наверное, не оправдает. Вот уже 25 лет, насколько я понимаю, насколько я помню, с 1998 года мы говорим о саморегулировании, работает известная формула. Хороших людей больше, но плохие лучше объединены. Поэтому идеи саморегулирования среди хороших людей, как правило, не получается воплотить так, чтобы, собственно, пересечь деятельность плохих людей. Худший сценарий, который здесь возможен, это пристальное внимание государства, и мы его в последнее время видим. И там, где хотелось бы, чтобы государственное регулирование было, скажем, на уровне гражданского права регулирования, чего хотелось бы сторонам взаимоотношений, которые здесь есть, мы чаще видим активность государства именно с точки зрения административного регулирования в плане собственного видения этих вопросов, зачастую довольно далеких от потребностей отрасли, от того, как, скажем, это выработано практикой, выработано в рамках существующей системы саморегулирования, и здесь, наверное, не достает, может быть, определенного контакта, так сказать, сообщества с органами государственной власти в части выработки взаимно устраиваемых нормативных актов в плане регулирования этих вопросов, потому что проблема, к сожалению, была, есть, она остается. Что касается единой политики рассмотрения доменных споров, она достаточно известна для специалистов. На моей памяти трижды к ней было приковано достаточно большое внимание в нашей стране. На этапе ее запуска, соответственно, в самом начале нулевых, шли разговоры о необходимости присоединения российских доменных зон к ним, к этой системе, извините. Этим путем не пошли, были опасения по утрате государственного суверенитета, если рассмотрение споров будет отдано куда-то за территорию нашей страны. Хорошо или это плохо? Ну вот разнообразность в судебной практике показывает, что до сих пор мы не выработали единых подходов, единых принципов рассмотрения таких споров. И это, опять же, мне кажется, плохо с точки зрения бизнеса, который любит понятность, определенность и, собственно говоря, в долгосрочной перспективе понимание всех процессов, которые могут быть. Несмотря на то, что наша доменная зона.ру, по крайней мере, в данном случае занимает седьмое место в мире, доменный спор у нас непредсказуем до сих пор. И я сказал, что трижды к этой системе было пристальное внимание при ее запуске. Второй – это период запуска новых доменных зон, где появились условно-российские доменные зоны. И третий этап, я заметил его буквально полтора-два года назад среди государственных органов административных, которые видят интерес к этой системе. И тут, наверное, опять есть необходимость или желание, по крайней мере, чтобы отрасль тоже бы к этому вопросу подошла, потому что то регулирование, которое может быть предложено или, не дай бог, навязано со стороны государственных административных органов, может быть крайне негативно с точки зрения развития отрасли в целом. Что касается самой политики рассмотрения споров, она, безусловно, прекрасна. Разработанная ICAN, тоже нет никаких претензий, арбитражные центры, шесть штук в мире, которых существуют, работают прекрасно, но, как всегда, мы упираемся в формулу о суде и кто. Причем здесь не в переносном, а именно в прямом смысле. И за последние полтора года я, к сожалению, вижу определенную дискриминацию российских участников спора именно на основываясь на, что называется, субъектном составе арбитров, рассматривающих дела, применительно к российским участникам споров. Это одна из причин, по которой российские компании, которые имеют, в принципе, основания для обращения к таким спорам, на текущий момент взяли паузу. Вспоминается старый советский анекдот про старое поганое мирное время. Значит, в ожидании, собственно, подходящего момента, когда к этой теме можно будет вернуться. Ну и, соответственно, плюс есть определенный интерес к переносу, что называется, доменов, интернет-ресурсов из иностранных в российскую доменную зону, именно потому, что есть определенные, так сказать, негативные отношения и в том числе примитивные к рассмотрению споров. Здесь есть очень такой большой, наверное, контраст между первой частью, первой секцией, где IT-специалисты говорили о определенном, так сказать, единении и невлиянии на них вот этого санкционного периода, в отличие от юридического сообщества, которое, на мой взгляд, в данной сфере это довольно четко ощущает на себе, к сожалению. Второй этап, о котором я сказал, это те самые российские доменные зоны, которые у нас появились на этапе новых доменных зон. Это доменные зоны Иерусы, Москва, Москва, условно-российский орг онлайн, сайт, ком, российские же, тоже те же дети, католик и прочее. То есть новые доменные зоны, домены, в которых россиянами активно регистрируются, при этом рассмотрение споров по этим зонам у нас оказывается за пределами Российской Федерации. Решение, которое по ним может вынести российский суд, зачастую может быть либо, так сказать, не зачастую, а в большинстве случаев оно просто будет неисполнимым, либо в той редакции, в которой оно будет вынесено, либо, исходя из того, что исполнять решение российского суда иностранному регистратору, ну, будет крайне затруднительно, если говорить вкратце о возможности его исполнения. При этом к этой системе интерес, безусловно, есть. Российская судебная практика активно цитирует нормы этой системы при рассмотрении доменных споров, что само по себе довольно интересно ссылается на возможность использования этих норм, но при этом, так сказать, сохраняет определенный, что называется, иммунитет. Система достаточно интересная, я не буду о ней рассказывать, специалистам она знакома. Система действительно интересна, уникальна, не имеет аналогов в любых других отраслях права. Специально советовался даже на эту тему с международниками, которые говорят, что нет такой системы, которая бы работала по всему миру, не имела бы в своей основе ни судебного органа, ни государственного механизма консолидации арбитров, ни единого арбитражного центра. И главное, что система не имеет механизма принудительного исполнения вынесенных решений, при этом за 20 лет неизвестно ни одного случая, чтобы решение не было бы исполнено. Это уникальный юридический феномен, активно, по-моему, игнорируемый российскими специалистами в сфере международного права, наверное, потому что он просто не совпадает с их, так сказать, картиной мира. Значит, система работает в огромном количестве государств, охватывает все так называемые новые доменные зоны. Наша страна, как я уже сказал, не раз к этой системе проявляла интерес. У нас есть, я не сказал бы, это уже дискриминация, а есть некоторые ограничения, связанные с участием россиян в таких спорах, потому что язык рассмотрения по правилам этой процедуры – это язык регистрационного соглашения. При этом только несколько из этих арбитражных центров имеют, например, русскоязычных арбитров, и то русский язык для них не является основным. Они его, да, возможно, учили в свое время в рамках, так сказать, получения образования, что называется, в странах соцлагеря. Поэтому возможности, например, коллегиального рассмотрения спора с участием всех трех русскоязычных арбитров нет вообще ни в одном арбитражном центре, что немножечко противоречит вообще возможностям самих этих арбитражных центров. Система интересна, опять же, в силу ограниченности времени, не буду на ней останавливаться. Отмечу лишь, что замечен сейчас, ну вот года полтора назад, интерес государства к этой системе. Я понимаю, что у нас есть два потенциально возможных сценария ее запуска, да, это так называемый третейский или административный. Это может быть разным сценарием это воплощено. Я вижу интерес к этой системе со стороны, допустим, Роспатента, который занимается у нас регулированием вопросов в сфере интеллектуальной собственности, и у него есть к этому интерес. Мне кажется, что поскольку на этой теме идут разговоры, дискуссии, то опять же сообщество имеет смысл принять в этом активное участие, чтобы не получилось, что эти вопросы будут решены для сообщества, но без участия профессионального сообщества. потому что кто знает, где и как это может быть воплощено. Не лучший, наверное, сценарий, который может быть, что это будет воплощено, например, не при Роспатенте, а, скажем, при Роскомнадзоре. Ну вот, и мы тогда получим, да, коллега понимает глубину, так сказать, мысли. Ой, к сожалению. Значит, поэтому, опять же, возвращаясь к теме, так сказать, необходимости более активной позиции профессионального сообщества, именно для того, чтобы это не было сделано для него, но без него. На этой оптимистичной ноте я, наверное, уже буду заказывать, заканчивать, простите. Но ссылаюсь просто на литературу, которая по этому поводу, собственно говоря, выходила в том числе у меня с коллегами по иностранной системе рассмотрения споров, по российским и, собственно говоря, по вот Russian UDRP, да, книга 23-го года, в январе вышла, так называемая, «Палата по доменным спорам». Это, собственно говоря, видение сценариев, как это могло бы быть воплощено. Ну, просто отсылка к предыдущей книге по международным системам рассмотрения доменных споров. Я вам назвал одну из них UDRP, она хорошо известна специалистам. Так вот, в книге описано еще 69 систем рассмотрения доменных споров, которые существуют в мире. Они интересные, они уникальны, они достойны внимания специалистов, и, на мой взгляд, из многих из них есть что позаимствовать, чтобы сделать на основе иностранного опыта свою, ту систему, которую мы могли бы получить, основываясь уже на чужих ошибках. Спасибо. Спасибо, Антон. На самом деле, вот проблема еще в том, что у нас при переводе UDRP перевели это как административная процедура. И когда специалисты в международном частном праве слышат слово административное, они говорят, ну это не частное право. Вот, и поэтому для юристов это, конечно, какой-то рубикон, потому что если написали административное, значит это все, это административное право, но чуть не уголовное, поэтому Роскомнадзоры тут близко. А на самом деле это обычная процедура, как бы арбитраж, которая допускает частную, это частная процедура, просто она другим способом, уникальным, как вы говорите правильно, к ней приходит. То есть это не обычное арбитражное соглашение, третейское соглашение, а немножко другой способ. А так, в принципе, это нормальная частная процедура. Ну это как бы для кулуарных обсуждений юристов, это очень интересный вопрос. Но мы возвращаемся опять, с чего начали, мы возвращаемся к доменам. И я предоставляю слово нашему коллеге из Беларуси, Владиславу Жавнерчику. Да, и я хочу сразу отметить, что Владислав у нас известен тем, что он у нас участвовал в конкурсе IP&ITLO несколько лет назад, который устраивает организационно-координационный центр и IP-клаб, и он у нас там получил, ну по сути, приз зрительских симпатий, по-другому не скажешь. Да, и поэтому мы, в принципе, можем рекомендовать как действительно отличного юриста и заслуживающего внимания, и однозначно ждем очень интересного доклада. Вам слово. Большое спасибо, очень приятно слышать такие лестные слова в свой адрес. Мне было очень приятно послушать выступления предыдущих докладчиков, повезло быть последним среди выступающих. Считаю, что повезло, с одной стороны, потому что я смогу сейчас скорректировать свое выступление с учетом того, что я услышал. С другой стороны, мне нужно оперативно выступать, потому что все ждут обед, я понимаю. У нас остается пять минут, поэтому я максимально сжато, постараюсь отменить ключевые моменты. В целом, в своем выступлении сегодняшнем, я постараюсь затронуть три аспекта, которые между собой. Связано это прежде всего, да, уже упомянутый вопрос по природу домена, но мы немножко практическую плоскость его переведем. Есть у нас интересный институт наследования доменного имени, возможности наследовать, но не совсем доменное имя, а права на днистрирование домена имя я тоже его отображу, потому что он проблематичный, и мы сейчас как правоприменитель, наверное, крупнейший в Беларуси, с определенными инициативами по изменению вышли, и, собственно, я обозначу, какая проблематика лежит, собственно, в предмете того, что мы предложили к изменениям. И последний момент тоже очень важный, он так или иначе сегодня озвучивался вопрос, связанный борьбы с киберпреступлениями, там, с котингом, в частности, это тоже лежит в плоскости разрешения споров, если мы говорим о средствах индивидуализации, и здесь тоже есть интересный достаточно блок вопросов, которые мы тоже предлагаем к регулированию, к изменению. Почему это возможно? В силу того, что у нас в качестве администратора выступают оперативные энергетические центры при президенте, и он же у нас выступает в качестве нормотворческого органа, в силу того факта, что мы ранее выступали в качестве технического администратора достаточно долгое время, компания Хостер Бай, более 10 лет. Я у вас технический администратор, у нас достаточно тесный контакт налажен с администратором, и есть возможность достаточно оперативно доносить те боли, которые стоят в том числе и перед частным бизнесом. Вот, собственно, я эти вопросы постараюсь обозначить и в том числе ответить, хоть мне эти вопросы не задавали, но ответить на вопросы моих коллег, которые прозвучали сегодня. Итак, в частности, вопросы, касающие правоприводомена, тут я уже это обозначил, это следует нам для правоприменительной практики разделить между собой понятие домена и прав администрирования, потому что домен, он тоже лежит в дискурсе у цивилистов, понимание его, как же мы должны его классифицировать. И тут у нас есть интересные примеры того, когда попытки были отстаивать, собственно, понимание домена в качестве средств индивидуализации, у нас даже есть кейс, о котором я расскажу чуть позже, но сегодня мы, в принципе, отталкиваемся от нормативного обозначения, которое нас классифицирует домен как некое средство, прежде всего, идентификации информационного ресурса, оно само по себе у нас существует, но в той практической плоскости непосредственно лежит именно вопрос с правом администрирования домена имени, о том, что включено в это право и как, собственно, мы соотносим право администрирования с объектами гражданских прав, то, что сегодня было упомянуто. То есть у нас в дискурсе по-прежнему остается вопрос об отнесении домена к средству индивидуализации, к тому, что у нас гражданский кодекс, он имеет в себе определение средств индивидуализации как незакрытый перечень, и, следовательно, отталкиваясь от этого, уже были попытки обосновать тот факт, что домен в своей сути содержит все эти критерии, согласно которым мы можем его классифицировать как средство индивидуализации наравне с товарным знаком, знаком послуживания или фирменным номинанием. Но эта позиция не нашла поддержки правоприменения, опять-таки расскажу немножко правоприменения именно белорусской, которая связана с решением доменных споров. У нас конкретно компетенция отнесена Верховному суду, коллеги по интеллектуальным спорам, поэтому, в принципе, у нас достаточно унифицирована вся информация, касающаяся непосредственно доменных споров, у нас не разбита на более сложную систему разрешения, где могли участвовать в суде первой и второй инстанции, у нас разрешает непосредственно Верховный суд, следовательно, решение вступает сразу в силу и не подлежит испариванию, ну, кроме порядка надзора, который предоставлены прокуратуре. С одной стороны, да, мы лишаемся возможностей в последующем какой-то институт использовать для защиты своих прав. В том случае, если считаем решение выяснительным ценам, с другой стороны, там сформировалась уже, в принципе, понятная прияда тех, кто эти споры рассматривает, и нам, в принципе, достаточно прозрачно и понятно, как формируется правоприменительная практика, в каком тренде, в принципе, движется именно вопрос непосредственно классификации определенных институтов. Итак, парадомен, общепринятое понятие, международно признаваемое, здесь ничего, в принципе, интересного, с позиции сопоставления с другими юрисдикциями, опять-таки, вопрос отнесения, такое теоретически, именно вопроса того, как мы включаем, как мы классифицируем администрирование доменного имени, да, здесь можем немножко теоретизировать этот вопрос и принести его в плоскость того, как это сопоставляется понятием объекта гражданских прав, но мы этим заниматься не будем, потому что нам нужно пообедать. Будем двигаться дальше. Вопрос как раз-таки видов гражданских прав, то, о чем я помню ранее, классификация тоже достаточно близко с той, которая включена в гражданский урис Российской Федерации, и я повторю, что, опять-таки, при вопросе сопоставления мы отталкиваемся от того, что у нас подразумевается под правом администрирования доменного имени, это право его использования, прежде всего, ну, в принципе, оно сопоставимо с категориями личных прав, и, собственно, тот спор, о котором я хотел рассказать, спор достаточно старый, 2008 года, но примечательный по той причине, что, собственно, мы часто видим в названии нашего домена очень известную, используя известный отворного знака, тогда только правовое регулирование зарождалось, берусь в том числе, в частности, касающиеся разрешения доменных споров, и кейс был очень громкий и примечательный, и как раз-таки ответчик физической лицой обосновал свою позицию со всем фактом, что домен сам по себе представляет средство индивидуализации, по этой причине у него есть право, его приоритет на право защиты, потому что, собственно, право на товарный знак именно в юрисдикции Белорусской был зарегистрирован позже, следовательно, мы должны по критерию срока включения и возникновения правовой защиты отталкиваться от того, что домена имя на пробах и достаточных основаниях принадлежит непосредственно ответчику. Но суд не разделил эту позицию в конечном счете, я уже ее упоминал так иначе ранее, потому что, собственно, те выводы, к которым пришел суд, что не создается арестудизация, он как бы непосредственно преследует собой цель обозначения некого и может использоваться как раз таки в товарных знаках темным образом, и тут правая защита, безусловно, предоставляется приоритетно, уже включенный в Гражданский кодекс средств на индивидуализацию, в том числе в товарных знаках, в знаках обслуживания. Окей, это было достаточно интересно. Сегодня, опять-таки, футурист-правая практика двигается в том же русле у нас, домен существует, как некий способ использования его в иных средствах индивидуализации, но самостоятельная правая защита, и он не обладает. Хотя, по-прежнему, когда в дискурснике возникает вопрос отнесения его к средствам индивидуализации, он достаточно широко обсуждается, и сейчас большинством наших лучших умов, тех, кто занимается нормотворчеством, тоже эта позиция разделяется. Поэтому я думаю, что если действительно мы вернемся к какому-то серьезному обсуждению, нас может ждать интересное включение такого института в белорусской практике и вот эти синие, например, домена к средствам индивидуализации. Но посмотрим о перспективе. Это пока вопрос завтрашнего дня. Итак, возвращаясь именно конкретно к отнесению, как мы говорили уже ранее, прав администрирования к некой категории гражданских прав, объектов гражданских прав, то это, безусловно, классифицируется как категория имущественных прав. И здесь я как раз-таки вернусь, наверное, к тому, что ранее озвучивал Павел в своем выступлении, именно вопрос о том, каким образом, например, в части совершения сделок, каким мы можем институтно прибегать, каким видом договоров, наверное, можем прибегать для того, чтобы реализовывать наше право распоряжения как раз-таки право на доменное имя. И здесь у нас этот вопрос регулирован, есть у нас инструкция. У вас ранее упомянутый орган, который у нас определяет порядок регистрации доменных имен, и как раз-таки у нас определенный вид договора, который должен в этом случае использоваться, договор о уступке передачи прав на доменное имя. И это, в принципе, вопрос, который уже у нас на рынке не стоит. Мы не проводим какой-то глубокий анализ той части, может ли он быть объектом договора, предметом договора аренды. Тут достаточно четкая есть позиция выработанная в том, что передача именно прав на администрирование доменного имена осуществляется в рамках договора передачи уступки прав. При том, что это достаточно тоже вопрос интересный, мы включили в инструкцию соответствующее положение, а не мы, а нормативно-отворческий орган. Но при этом есть определенные критерии, связанные с тем, что этот сам договор по себе не поименован в гражданском кодексе, и, соответственно, какие мы должны применять к нему условия, какие условия считать существенными. Это вопрос тоже, который лежит в практической плоскости, потому что есть примеры, когда мы сталкиваемся с договорами как регистратор передачи прав, и, собственно, и у администратора нашей национальной зоны тоже возникает вопрос, например, по критерию возмездности этого договора. Должен ли он всегда быть возмездным, либо же, если допускаются примеры того, если мы проводим аналогию с инцидентным договором, что если стороны договорились, он может быть безвозмездным, и тут определенное существо споров, и это споры, которые иногда оборачиваются лишением права администрирования. Достаточно интересная тоже история. Мы тут подключались к правовому анализу, давали свою оценку тем изменениям, которые мы в перспективе, скорее всего, увидим инструкции, и есть такой достаточно живой, но в части, как минимум, определения вида того договора, в рамках которого он осуществляет свои сделки с доменным именем, это как раз-таки договор уступки передачи прав на домен на имя. Следующий очень интересный вопрос, как я уже раскрыл ранее у нас, конкретный вопрос лежит в плоскости, возможности распоряжаться правом на администрирование доменного имени, и есть возможность в белорусской практике как раз-таки это право доследовать. И здесь достаточно много у нас, как у правоприменителей, вопросов по тому, как это реализовывать, потому что мы столкнулись с конкретными проблемами. Ну, помимо того, что это вообще сам по себе очень интересный объект, у которого может быть включен в наследственную массу права на администрирование доменного имени, но и интереснее скорее то, как это реализуется на практике, потому что, ну, собственно, мы говорим о нормах инструкции раннему упомянут, какая процессуальная возможность предусмотрена. Но я сразу перейду к проблематике, с которой мы сегодня столкнулись. Есть причины, точнее причины, есть реальные кейсы, когда нотариусы, да, при распределении наследства определяют, что, если мы говорим как-то особенно о наследстве в порядке закона, о том, что мы можем некую часть, да, долю передать нескольким наследникам. И как бы здесь мы двигаемся из того, что мы не можем отделить право администрирования от самого объекта, то есть от самого домена, и каким же образом, собственно, это право реализовать, как нам предоставлять долю определенную, например, нотариусам в наследственном деле к распоряжению нескольким наследникам. Тем более есть технический определенный порядок внесения записи о регистрации доменного имени, о его последующем администрировании. То есть в записи вносится единая в реестр, и, соответственно, администратор тоже единое лицо. А здесь мы сталкиваемся с тем, что суд, не суд, точнее, нотариус и последующим, то, что мы видим, да, наследник, несколько есть наследников, которых вправе распоряжаться этим доменным именем. И как бы правовой никакой возможности реализовать это на практике нет. Мы обратились к этим вопросом Минюста, как же нам быть, потому что в действительность нам приходится свидетельство о наследстве, которых вот доля определена, которая тоже нам принадлежит каждому из наследников. И Минюст занялся, например, глубоким анализом, потому что мы глубокое чемпоснование своей правовой подготовили, почему наша, собственно, позиция, как нам казалось, верна, и что требуется некие разъяснения для того, чтобы мы могли их руководствовать сами в практике. Но Минюст сказал, есть Конституция, есть у нас законы-подзаконные нормативные акты, которые определяют прежде всего приоритетом защиту прав наследников. Что это для нас значит, как регистратору, непонятно. Ну, прежде всего понятно, что... Да, есть институция, следовательно, мы должны защищать права наследников. А что это значит для Минюста? Это значит, что мы как бы здесь умываемся руки, дальше вы коммуницируетесь с УАЦ, который написал инструкцию, пускай выносит изменения, пока они не внесены, мы никаких, собственно, изменений со своей стороны или разъяснений правоприменительного характера давать не будем. И, собственно, мы в этом неком правовом вакууме прежде всего существуем, сами пытаемся придумать некие институты, по тому, как все-таки в конечном счете права наследнику передать, потому что вроде бы как Миню стоит на позиции, мы отстаиваем права наследников, но, с другой стороны, эти самые несчастные наследники приходят к нам и говорят, ну, вот у нас есть одна вторая доля на домен, ну, как бы мы же две буквы не отдадим в домене, поэтому действительно сложно решать. У нас есть определенный механизм, у которого выбор для людей внутри, но сегодня мы тоже, опять-таки, выступаем самотворческими инициативами, и, как бы, один из возможных элементов, которые мы видим, это имплементировать некие элементы совместного управления, которые у нас распространяют теперь все на другие объекты гражданского права, оно, возможно, в таком неком преломлении, с учетом особенностей того, что если представили домен, предлагаем нести изменения уже сегодня в инструкцию, ну, либо же пойти таким путем самым простым и примитивным, просто исключить свой домен и масса, это, в принципе, то, что имеет место в других юрисдикциях, но мы пытаемся быть прогрессивными, поэтому мы все-таки попытаемся неким образом этот вопрос урегулировать, но сегодня практика такая достаточно интересная, и нам, в принципе, каждый день приходится сталкиваться. И двигаемся дальше. Да, вопрос тоже очень такой насущный. Борьба с киберпреступлениями, они разнородны, разновидны по своим особенностям. Мы, в частности, чаще всего сталкиваемся с Астапск-8, на котором в последующем приводит к новым видам, это вишен, фишинг, и разновидные, разнородные способы воздействия, взаимодействия с доменным именем. Из последних кейсов, которые мы так активно прорабатывали до 2020 года, это интересно территориально, потому что он совпал как раз-таки с Российской Федерацией, как и благое количество большой регистрации, за степень исключения, совпадающие с известными товарными знаками, которые в Республике Белару используются, и в Российской Федерации. То есть это такое по региону очень совпало. Сегодня мы тоже, если будем анализировать данные именно по росту фишинга, то достаточно серьезный наблюдается рост за эти годы. Это вот последнее было исследование, если не ошибаюсь, это фишинг лэндскейп, по-моему, провело его, и там действительно такие цифры впечатляющие, но рост отмечается в международных зонах. В принципе, паралитматика для нас тоже лежит прежде всего в наших международных зонах, но и как бы зоны Байбелл тоже подвержены риску тайп-скотинга, в числе прочего, и мы тоже пытаемся работать над тем, как сделать этот институт лучше. Мы здесь, кстати, немножко подсматривали за практикой, которая существует в Российской Федерации, которая применяет КЦ. Это вот у нас есть определенные особенности, связанные с тем, как реализовывать меры по разделегированию права, использованные именно им, если мы очевидно понимаем, что оно используется в злонамеренных целях, потому что здесь очень важна скорость реакции. Чем быстрее мы отреагируем, тем быстрее защитим права тех несчастных бабушек, которые по тем или иным причинам решили пройти по ссылке Белпочта и оставить там всю свою пенсию. А это действительно реальность кейса, люди лишаются прямо имущества в больших размерах, квартиры и так далее. Но суть не в этом. Вопрос в предоставлении полномочий. Сегодня так устроена у нас инструкция о том, что либо право разделегировать, оно принадлежит администратору национальной зоны, суд может вынести такое решение в порядке судебного правосудопроизводства, либо же это может сделать ОПИ, органопринудительного исполнения в порядке уже непосредственно исполнения судебного решения. Но такое же полномочий не предоставлено, например, правоохранительным органам, которые ведут непосредственную работу, связанную с разрешением и расследованием подобных дел. И как раз таки мы посмотрели УКЦ, этот институт, и тоже его уже сегодня предложили в качестве одной из нормативных таких вот бюджетных инициатив, это разрешить правоохранительные органы на основании мотивированного запроса приостанавливать делегирование соответствующих доменах имен. Это действительно нам поможет ускорить скорость реакции, потому что мы с такими запросами сегодня уже сталкиваемся. Они приходят из правоохранительных органов. Мы действительно видим по материалам, что достаточно очевидная ситуация, но мы, со своей стороны, как регистратор, пререгировать никак не можем. Также не может никак пререгировать технический администратор. Сложная процедура, нужно обращаться к администратору национальной зоны. И это все, как правило, занимает очень большой промежуток времени до месяца или более и уже теряет свою полную актуальность. Поэтому сегодня мы с таким рядом нормативных изменений выступили. Будем надеяться, что изменения вступят в силу. Мы сможем поделиться на следующем ИДЖФ о том, как они у нас, собственно, на практике заработали. В части еще коммуникации непосредственно государственными органами я хотел бы еще раз рассказать про ИДЖФ, который будет проходить в Минске совсем скоро. Интересно было у Криса, да, буквально у меня тогда последний комментарий, я вот вижу, что меня уже просят организатор заканчивать, все хотят кушать, я это помню. Упомянул как раз-таки, что развивается законодательство Европейского Союза, в том числе в части AI-регулирования. Надо сказать, что Беларусь тоже находится в тренде. У нас была Национальная академия наук выпущена модельный закон об AI. И это тоже интересный такой момент, который бы мы, в свою очередь, хотели бы, возможно, поместить в секцию, которая будет посвящена защите данных. Поэтому подключаемся, ждем всех на ИДЖФ в Минске. И большое вам спасибо за внимание. Было очень приятно. Спасибо. Большое спасибо, Владислав. На самом деле, вопросы, которые вы подняли, многие действительно вопросы отражены в положениях Координационного центра. Они действительно там руку на пульсе держат. И дорабатывают документы, когда возникают вопросы, чтобы их решить, чтобы не было как раз минимально, свести к минимуму судебные споры. По поводу наследства. У нас тоже этот вопрос периодически возникает. Мы его обсуждаем. Вот Сергей Копылов, который здесь присутствует, он всегда отстаивает идею, и что наследство не может включать в себя доменное имя. Да, вот, да. И поэтому я, честно говоря, в начале своей деятельности пыталась с ним спорить, потом поняла, что это бесполезно. И, в общем-то, сегодня, пока я придерживаюсь этой идеи, но, может быть, в ближайшее время мы поменяем взгляд. Но это, я думаю, что не прямо сейчас-час. А так, на самом деле, конечно, видно, что у нас проблемы, они очень похожи, как бы мы и сталкиваемся с одними и теми же проблемами, но, в принципе, это понятно, доменное имя, оно как бы везде доменное имя. Поэтому на этой оптимистичной ноте, что доменное имя, да доменное имя, мы, наверное, и завершим. Большое спасибо всем присутствующим, кто слушал, потому что у нас сегодня мы прямо вот голопом промчались, но мы старались это сделать максимально четко, и чтобы это было действительно видной проблемой. И тем, что мы юристы занимаемся решением этих проблем, это самое важное, вот что подтвердите значимость юристов в сфере доменных имен, потому что мы важны, мы нужны, вы не забывайте про нас. Мы не только мешаем, мы стараемся помочь, прежде всего, даже когда мешаем, мы все равно стараемся помочь. И в этом наша задача, в этом наша цель показать свою значимость. Большое спасибо всем, кто присутствовал, большое спасибо всем, кто слушал. Мы очень рады, что мы сегодня выступали на таком замечательном мероприятии, и будем рады, если нас пригласят еще. Спасибо, до встречи. Большое спасибо. 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 .